Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители этих канала Daily Europe Online. У меня Леонид Александрович Радикловский в гостях. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый день. Я для зрителей скажу, что я сегодня также писал интервью с Дмитрием Ильичем Потапенко. Я его, к сожалению, еще просто физически не успел выложить, так что сегодня где-то ночью оно появится. Ну что ж, Леонид Александрович, сегодня произошло достаточно интересное событие, интересное тем, что в России это событие практически никто не заметил. Сегодня официально российская власть заявила об уходе с правого берега Днепра. То бишь российская власть покидает Херсон. Как вы относитесь к этому событию? Я никак. Замоенное значение этого события военно-техническое мне непонятно и обсуждать его не буду. Если бы даже у меня были какие-то соображения, я не имею права это комментировать, поскольку в России чисто военную сторону комментировать запрещено, как вы знаете. Об этом речи нет. Речь может идти о пиаровской политической стороне. Это в России комментировать, как я понимаю, не запрещено. Так вот, это действительно интересно, потому что месяцами мы слышали от разных людей, что когда Россия оставит Херсон, это может стать знаковым событием. Я не знаю, как это событие воспринимают в Украине, в Одессе, в Киеве и так далее. Мне, кстати, очень это интересно. Действительно это людей зацепило. Зацепило, конечно. Это знак победы. То есть люди об этом реально говорят, думают и так далее. А у меня так получилось, что я сегодня весь вечер был в центре Москвы гулял. Ну, по своим делам. Так вот, я вам могу совершенно ответственно заявить, что этого события в Москве не заметил никто. Ни один человек. Так это же часть России. Меня так говорят. Я вам рассказываю, как обстоит дело. Часть это России, не часть это России. Я вам говорю, как обстоит дело в Москве. Люди в прекрасном настроении. Сегодня в Москве хорошая погода. Впервые после там нескольких очень неприятных холодных дней хорошая погода. В прекрасном настроении. Смеются, улыбаются, стоят в очереди, значит, в рестораны там и так далее, и так далее. Вообще ноль. Я уверен, что если из ста москвичей хотя бы один знает об этом событии, то это много. Если бы я был упертым украинским пропагандоном, то я бы сказал, что сегодняшняя радость москвичей, сегодня очень много действительно улыбок, смеха, хороших выражений лица и так далее, что сегодняшняя радость москвичей, это радость по случаю сдачи Херсона, что русские люди так не хотели хлопот и забот, связанных с Херсоном, что они страшно рады, что его наконец сдали и они от него избавились. Но поскольку я не пропагандист украинской армии, то так я сказать не могу, я говорю, иначе людям абсолютно наплевать. И разговоры, которые были в течение месяцев, что да, в России все равнодушны к войне, что народ аполитичен и так далее. Но вот если произойдет знаковое событие, то вот это знаковое событие выбьет людей из точки равновесия. Какое же это должно быть знаковое событие? Ну вот, например, сдача Херсона или сдача Мариуполя или еще что. Вот Херсон сдали. Ничего. Как в рассказе, ну не в рассказе, у Тома Сойера, как вы помните, все начинается с того, что мальчик проводит линию пальцем на песке и говорит Тому, если ты перейдешь эту линию, то вот тут я тебя вздую. Том тут же переходит эту линию, и ровным счетом ничего не происходит. И там 10 раз это, значит, делается. Наконец этот мальчик сам бросил какую-то монетку, сказал, что если ты возьмешь эту монетку, я тебя вздул или что-то в этом роде, я уже не помню. Но, короче говоря, нашлась какая-то линия или какая-то монетка или еще какое-то знаковое событие, после которого они наконец от слов перешли к делу. Так вот, сдача Херсона в любом случае это не то событие, которое взволновало, заинтересовало, зацепило, огорчило, вывело из равновесия, потрясло российское общество. И я хочу сказать, что вот все эти телевизионные, значит, болтуны, которые будут вопить об этом деле там ясное дело 24 часа в сутки, они будут вопить, что это гениальный стратегический план этого нового генерала, как его там? Суровикин. Суровикин. Что это гениальный стратегический план. Или наоборот, что это катастрофа, что проклятые олигархи ведут Россию к катастрофе, что, значит, не дают воевать по-настоящему. Вопить будут все что угодно. Так вот, все эти вопли это в пределах Останкина. Как говорил Владимир Ильич, страшно тесен их круг, страшно далеки они от народа. Народу это дело по барабану. Ничего с этим удивительным фактом не поделаешь. Это имеет еще, между прочим, то, что народу по барабану имеет еще и вот какое измерение. Что из этого следует, если людей это не огорчило, не напугало, не вывело из равновесия. Это из этого логически вытекает, что люди не считали этот самый Херсон какой-то значимой частью России или вообще психологически не считали его частью России. И это событие, следовательно, их не задело. Я думаю, что если бы сдали какой-то город, который русские люди считают действительно русским, ну, предположим, Украина вторглась в Курскую область и захватила Курск. Это, я думаю, гораздо больше зацепило бы русских людей. Если бы Украина вторглась в Крым и захватила какой-то крымский город, Симферополь, тоже бы глубоко зацепило. Думаю, что зацепило бы. Не знаю, но думаю, что зацепило. Знаете, мне кажется, что нет. А может и нет, не знаю. Я могу констатировать то, что есть. Что было бы, если бы, это гадание. Вот что есть, то я констатирую. Я вам отвечу как подпоручик Дуб. Вы меня не знаете, но вы меня еще знаете. Вы этого не знаете, но вы скоро узнаете. Все может быть. Я гадать не хочу, потому что гадания, суть пустые. Уж не знаю. Радует это украинцев, это равнодушие русских людей к Херсону. Или огорчает. Кого-то, может, радует. Кого-то, может, огорчает, потому что многие, может быть, в Украине надеялись, что вот тут уж Россия вздрогнет, начнутся какие-то великие потрясения, великие политические события. Так вот, нет. Леонид Александрович, я, честно говоря, удивлен. Я удивлен тому, что вы, как очень опытный политолог, не поняли причину, почему люди в Москве на улицах радуются. Если хотите, я вам скажу. Ну, скажите. Люди радуются из-за результата выборов в Соединенных Штатах Америки. Да, это людей зацепило глубоко. Так я, правильно. Вот как я набрел на эту мысль? Я набрел эту мысль очень просто. Ведь я знаю, для кого в России Херсон представляет сакральное значение. Это для Дмитрия Анатольевича Медведева. Первое, что сделал, это открыл телеграм-канал Дмитрия Анатольевича Медведева. И вот, что пишет Медведев. Первые результаты выборов в Соединенных Штатах Америки и вчерашний истеричный ультиматум украинского зеленого вождя в зеленой нестирной майке. Подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает. Поддержка курса Соединенных Штатов Америки в мире уменьшается, а ставка на упор этого гетьмана была большой ошибкой. Ну, знаете, мне юродство Медведева, честно вам скажу, совершенно перестало быть интересным. И смеяться над юродивым, это, между прочим, в России всегда считалось большим грехом. Обижать юродивых, смеяться над юродивыми. Это всегда считалось за большой грех. Поэтому это нынче совершенно не смешно. Он достиг высот, по-моему, непревзойденных своего литературного творчества, когда он там про какого-то Иблиса написал или Иблиса, не знаю, в общем, имя дьявола какое-то он там нашел. Вот. Я думаю, что эту высоту он не превзойдет. Это абсолютный максимум его творчества. Поэтому дальше, значит, понимаете, скажи мне, над кем ты смеешься, я скажу, кто ты. Поэтому смеяться над странноватым человеком, над таким странноватым ребенком, это... А вот другое верно, кстати, что, видимо, значит, Зеленский или кто-то из его ближних слушает вашу передачу. Услышал, что я сказал, что заявление, мы никогда не будем вести переговоры с Путиным, это исключительная глупость. Подумал, действительно, что за глупость. И теперь уже говорит совершенно по-другому, что мы готовы вести переговоры хоть с Путиным, хоть с Медведевым, хоть с Кадыровым, хоть с Распутиным, нам все равно с кем, слава богу, дошли до этой мысли. Имя собеседника не имеет значения, имеет значение не с кем, а о чем. Слава тебе, Господи. Правда, условия переговоров, которые сформулировал Зеленский, тоже не производят сильного впечатления. Он сказал, мы готовы вести переговоры, если Россия уйдет со всех захваченных ей территорий, ну, по-видимому, имеется в виду и Крым тоже, если она выплатит компенсацию за ущерб, и если будут осуждены виновные в этой войне. Все это очень мило, но тогда встает вопрос, а о чем в этом случае вести переговоры? По-видимому, будет ли парад победы Украины на Красной площади или будет ли парад победы на Дворцовой площади в Петербурге? Вот это, кажется, единственная тема для переговоров, которая осталась в этом случае незакрытой. Леонид Александрович, смотрите, у меня к вам вот простой вопрос. Если Россия понимала, что придется сдать Херсон, а мы уже можем так открыто говорить, учитывая официальное заявление власти, официальное заявление, если Россия понимала, что ей придется сдать Херсон. Ведь люди, которые сидят в генштабе, они же могут просчитать сразу на несколько ходов вперед, то есть просчитать на месяц вперед. Зачем две недели назад было устраивать вот эту вот клоунаду и официально присоединять, аннексировать, инкорпорировать эти территории в состав Российской Федерации? Можно было ограничиться, например, Луганском и Донецком, потому что, ну, до освобождения Луганска и Донецка далековато, это пройдет еще после нескольких месяцев и дальше посмотрим, как оно будет, но с Херсона было более-менее понятно, ну, по крайней мере, об этом давно ушла речь. Зачем было так рисковать? Ведь, по сути, что сейчас получается, что Россия официально заявила о том, что она покидает ту территорию, которая на нарушение норм международного права признала своей. Зачем было включать Херсон в состав России? Вы это спрашиваете? Да, да, да. Ответ за тем, что, как справедливо говорит Путин, русские и украинцы, братья, ведь если бы сделала странный поступок и включила Херсон в свой состав, при том, что было более или менее понятно, что его, наверное, не удастся удержать, то Украина тоже сделала странный поступок и издала закон, согласно которому Украина не будет вести переговоры с Путиным. Хотя, в общем, было более или менее понятно, что Путин никуда не уйдет и может оставаться президентом еще неограниченный срок. Значит, никогда не вести переговоры. Глупо? Глупо. Потому что Россия и Украина все братья. Почему Украина поступает глупо? Потому что Украина и Россия сестры. Глупость в политике – это вообще профессиональное развлечение политиков. Кроме того, по-видимому, могла быть у этой глупости с включением Херфона в состав России еще и такая мотивация. Тоже весьма, с моей точки зрения, неумная. Но это моя точка зрения. Я эти законы не приниму. А может быть, Путин хотел таким образом показать населению, что вот мы, руководство России, чего-то добиваемся, чего-то реально добились. Это очень странная мотивировка, в высшей степени странная. Но, наконец, у Путина мог быть еще и такой мотив. Тоже, с моей точки зрения, странноватый, прямо скажу. Что, включив Херфон в состав России, он тем самым как бы закрывал возможность для России выйти из всей этой истории, окончательно закрывает эту возможность. А для тех, о ком так много говорят, потенциальных заговорщиков, ведь все время говорят, что есть какие-то потенциальные заговорщики вокруг Путина, которые хотят устроить новый ГКЧП, сбросить его и так далее. Если сам Путин в это верит и боится этих потенциальных заговорщиков, то, включив Херсон в состав России, он тем самым вроде бы закрыл возможность для того, чтобы его сбросить и, сбросив его, заключить мир. Как же вы заключите мир без Путина, если все равно хоть с Путиным, хоть без Путина, Херсон включен в состав России? Значит, вам надо не Путина сбрасывать, а менять Конституцию там и целая такая история. Это довольно странная мотивировка, по-моему. Но, может, у него такая мотивировка и была, кто его знает. Кстати, сегодня произошло еще одно интересное событие. Путин отказался ехать на Г-20. Тоже весьма странный поступок, потому что мне кажется, что многие в России прокомментируют это очень просто. Струсил. К этому, да, мы вернемся. Вы, наверное, помните, что какое-то время назад, еще там 7 месяцев назад, Россия выдвинула четкий ультиматум о том, что переговоры с Украиной возможны после деноцификации, демилитаризации. Надеюсь, что вы помните это. Помню, конечно. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Кстати, если, насколько я понимаю, тоже потомственный дипломат. Заявил следующее. Заявил следующее. Россия не выдвигает никаких условий для начала переговоров с Украиной, кроме одного. Украина должна проявить свою добрую волю. То есть уже нет ни деноцификации, ни демилитаризации. Есть только одно условие. Украина должна проявить свою добрую волю. Как вы относитесь к изменению внешней политики России? Точно так же, как я только что комментировал, изменение внешней политики Украины. Принят закон, согласно которому с Путиным говорить нельзя ни о чем. Не успели чернила на этом законе просохнуть? Как мы узнаем, что говорить можно, оказывается, хоть с Путиным, хоть не с Путиным, с кем угодно. Весьма разумно. Но весьма неразумно принимать глупейший закон, согласно которому с Путиным нельзя разговаривать. Пока он президент, переговоров с Россией не будет. Дипломаты и политики в России и дипломаты и политики в Украине все время делают кричащие глупости. Это их профессия. А где же деноцификация, демилитаризация? А где запрет разговоров с Путиным? Путин же остался или он ушел уже? Украина готова на переговоры. Только если уйдет Путин. Путин ушел? Об этом мне ничего не известно. А сегодня Зеленский заявил, что переговоры возможны. Еще раз. Политики в Украине. Политики в России. Дипломаты в Украине. Дипломаты в России. Глупы. Откровенно глупы. Потому что они публично делают такие глупые заявления, глупость которых, очевидно, даже ребенку. И не успев их сделать, они тут же задают назад. Через секунду забыв о том, что они говорили одну секунду назад. Еще раз. Вот это заявление. Кстати. О переговорах только в случае, когда Россия отовсюду уйдет. Согласится платить репарации. Согласится осудить военных преступников. А о чем тогда переговор-то вести, простите? Тема переговоров в чем? Переговоры. О чем их вести? Еще раз. О том, где Украина проведет парад победы. На Красной площади или на Дворцовой. Это переговоры Георгия Константиновича Жукова с Вильгельмом фон Кейтелем. Немецкая делегация может войти в зал. Немецкая делегация может покинуть зал. Вот такие переговоры. Но их здорово вести в Берлине. Это я понимаю. Если украинская армия будет в Москве, тогда хорошо вести переговоры на таких условиях. Полный уход, полная выплата денег, суд над военными преступниками и так далее. Как исходные условия для неких фантастических переговоров непонятно о чем. Поэтому, Миш, комментировать глупости российских политиков, равно как и глупости украинских политиков, равно как между нами девочками говорят. Глупости вообще больших дядей, обвешанных орденами, званиями, высокими титулами, у которых миллионы советников. Научные институты, которые дают им проработанные советы, у которых есть сложные математические и психологические, еще какие-то модели. И комментировать это то же самое, что комментировать полюции гражданина Морозова. Вот гражданин Морозов, у него человек не молодой, а полюции бывают. Ну что комментировать полюции взрослого дяди? Причем много, у него полюции выстреливают, как химарсы. Ну что делать? Значит, сохранил человек в зрелом возрасте огромную юношескую сексуальную активность. Тестостерон бьет просто из ушей. Но комментировать это тут что? Позавидовать можно юношеской бодрости и юношеским неожиданным взрывом, значит, вот таким неожиданным полюциям юноши в зрелом возрасте можно позавидовать. Морозовская порода, Морозовская порода, она вот такая, понимаете. Трагедия случилась сегодня, Леонид Санч, какой-то день сегодня сложно. Кирилл Стримус, заместитель главы Временной администрации Херсоне, подсона администрации, как определяет украинская сторона, попал в дорожно-транспортное происшествие и погиб. Удивительное совпадение, удивительное совпадение, как-то все сегодня сошло. Ну, понимаю, что вы это комментировать не можете, потому что это как бы комментирование слух. Все-таки у меня вопрос... Факт, это не слухи, это факт. Он погиб. Это задокументированный факт. Ну, что тут можно комментировать? Ну, надо соблюдать правильность. А, но вас не смущает определенное совпадение, да, в гибели Стримусова и том решении, которое было озвучено Шойгу? Ну, знаете, меня абсолютно ничего не смущает. Честно вам скажу, гибель гражданина Стримаусова не произвела на меня, вы уж меня простите, пожалуйста, ну, никакого впечатления. Я не могу испытывать ликования, поскольку он мне не враг. Я не могу испытывать скорби, поскольку он мне не друг. Я не могу испытывать никаких вообще эмоций, поскольку я этого гражданина знать не знаю, в глаза никогда не видел. Ну, как говорится, ну, погиб и погиб, ну, что делать? Люди смертны. Надо соблюдать правила дорожного движения. Вот поэт, такой известный очень советский поэт Михалков, он написал, что, значит, у него басня такая была, что, значит, суть ее была в том, что, когда ты едешь по дороге, то знай, кого обгонять можно, а кого обгонять нельзя. Речь шла о том, что, значит, баран не должен обгонять жеребца, не должен пытаться обгонять жеребца. Ну, там имелось в виду, что если есть большой начальник, едет по дороге, то не надо пытаться его обгонять, это плохо кончится. Вот такая была басня у Михалкова. Вот, поэтому что я могу сказать? Соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте правила номенклатурного движения, соблюдайте разные правила. Но, в принципе, еще раз повторяю, смерть гражданина Стримаусова не вызвала у меня ни позитивных, ни негативных, ни вообще никаких эмоций. Люди смертны. Ну, один человек умер, ну, что делать? Вот, наверное, его родным это очень неприятно. Но я никак не могу от души выразить им сочувствие по причине полнейшего незнакомства с погибшим гражданином. Леонид Александрович, вот смотрите, удивительная, конечно, история происходит с этим саммитом G20. Так долго говорили, так долго говорили, в итоге Путин не едет на этот саммит. Хотя, казалось бы, вот это возможность встретиться с мировыми лидерами, встречить их не так много. А все-таки это обычно очень важная пиаровская история, потому что можно сделать нарезочку из этих видео, постоянно крутить, обсуждать, показывать. А теперь что? Поедет только Лавров, если в итоге поедет. Ну, естественно, Лавров это Лавров, это не Путин. А вот что происходит? Объясните мне, на ваш взгляд. Вот как вот это объяснить, когда с одной стороны придается огромное значение этому саммиту? Это же не просто саммит, это противопоставление саммиту Большой Восьмерки. Потому что там собираются лидеры того самого Большого Востока, того самого Большого мира, которые как бы должны выступить единым фронтом против G8. То есть, и вот Россия, Путин, вождь восстания Большого Востока против Большого Запада, не едет на саммит, где его ждут сторонники из лидеров других государств, которые готовы уже наброситься на эту несчастную Большую Семерку. Что произошло? Что я могу сказать? Я Путину не советчик. Значит, я думаю, что в России народ будет воспринимать это как слабость. Как слабость. Как трусость. Побоялся. Я таких оценок не даю. Не знаю. Мотивы Путина мне непонятны. Но то, что это не будет способствовать росту его авторитета в России, да, в этом я практически уверен. Это народ или вообще не воспримет, опять же, потому что всем еще раз на все это абсолютно наплевать. Телевизор это размазывать не будет, не будет. Ну и все, тема закрыта. Но та малая политизированная часть, которая интересуется, она это будет воспринимать как его слабость. Между тем, если бы Путин туда поехал, то ничего не стоило бы при некоторой ловкости рук телеоператоров показать кадры, где он здоровается с товарищем Си, где он хлопает по плечам там или обнимается, или еще как-то с Эрди и так далее, и так далее. То есть, как бы его там реально не встретили, но продать его поездку как большой успех, безусловно, телевидение могло бы. Путин этой возможностью не воспользовался. Почему, я не знаю. Может быть, действительно, ему настолько неприятно оказаться в компании неблагожелательных людей. Конечно, это не только ЖСИМ. Конечно, это не только ЖСИМ. Конечно, тем более сейчас, вот, как раз к саммиту сдали Херсон. Усиливает это позицию Путина? Нет, не усиливает. Ослабляет. Очевидно, очевидно. Ясно, что западные лидеры вообще бы к нему повернулись тылом. Китаец с каменной улыбкой или с каменным выражением лица с ним бы поздоровался. Кто бы с ним там всерьез, по-приятельски общался, представить трудно. Вряд ли это был бы индус. Может быть, Эрди. Может быть, лидер Южноафриканской републики. Не знаю. Знаю одно, что для него бы это было максимально неприятно. Это точно. Но кто сказал, что работа президента состоит только в том, чтобы тебя лизали 24 часа все подряд? Кто и когда это сказал? Были времена, когда госсекретарь США Джон Керри 6-7 часов, часов ждал Путин. Были времена, когда Путин изволил опаздывать к Папе Римскому. К английской королеве. Единственное, кому он, кажется, не опаздывал, это к президенту США. Были такие времена? Были. Прошли? Прошли. Я думаю, что теперь его госсекретарь США 6 часов бы ждать не стал. И к Папе Римскому он бы не опоздал на полчаса. Но проверить это невозможно, поскольку Папа Римский больше его принимать не будет. И госсекретарь США тоже вряд ли к нему приедет. Единственное, что может утешать Путина в этой ситуации, если что-то может, это опять Зеленский. Опять они два брата. Опять Зеленский умудрился сделать, как я в прошлый раз у вас комментировал, исключительно умное заявление, что он поедет или не поедет в зависимости от позиции Путина. То есть опять он признал Путина старшим братом, если старший брат поедет, я не поеду. Умное заявление. По-моему, не очень. И оно, конечно, отчасти это бальзам на раны Владимира Владимировича. Но это маленький бальзам. А раны большие. Авторитет Путина в мире, несомненно, сдувается. Это факт. Я надеюсь, что Россия это заявление еще не является фейком, государственным преступлением и так далее. Это просто факт. Как в мире, так и в СНГ. И это вполне естественно. На фоне не слишком больших успехов за последние 8 месяцев, да, авторитет сдувается. Это экспериментальный факт. Легко понять, как это приятно Путину. Ну, что делать? Как говорится, сам вызвался. Ну, кто ж тебя виноват? Ряд американские газеты написали о том, что СМИ подталкивают Украину к, если не компромиссу с Россией, а к публичному согласию на диалог с Россией. И якобы, по мнению этих газет, СМИ, вопреки, естественно, публичной риторике, все это время сохраняют каналы коммуникации с Россией, чтобы избежать ядерного конфликта. Ну, очевидно, что все государства друг с другом общаются, есть неформальные каналы коммуникации, это понятно. Но вот то заявление, которое поспешил сделать Михаил Подоляк, советник, руководитель администрации президента Украины, сам Владимир Зеленский, то есть как бы полностью откреститься от каких-либо переговоров с Россией и заявить о том, что переговоры возможны только после восстановления всей территориальной целостности Украины, это есть некая публичная позиция, которая, на мой взгляд, идет в пику с Соединенным Штатом Америки, и эта позиция, она, по сути, опровергает и слова Путина, и всю российскую риторику. Если Украина — это марионетка с Соединенным Штатом Америки, то почему Украина проводит собственную внешнюю политику, при том, что Украина зависит от Соединенных Штатов Америки, и говорит «нет». Вот сначала вся территориальная целостность, мы ее установим, а потом будем вести переговоры. Еще раз, я не хочу заниматься пропагандой и говорить, что там через несколько месяцев Украина вернет временно оккупированный Крым. Я не хочу заниматься пропагандой, но Украина заняла позицию публично, диаметрально противоположную позицию Соединенных Штатов Америки. Таким образом, это же, опять же, опровержение российского, вот этой российской пропагандистской истории. Если Украина — кукла в руках кукловода Соединенных Штатов Америки, почему тогда Украина ведет себя ровно противоположной, и так хотят Соединенных Штатов Америки. Не кажется ли вам, что здесь, в свою очередь, тоже надломается российская пропаганда, потому что это объяснить никак нельзя? Ну, не кажется ли вам, что приняв закон, закон о том, что мы не будем говорить с Путиным, через неделю забыть об этом законе, и сказать, что мы готовы говорить с кем угодно, без имен, это не свидетельство какой-то продуманной и сильной внешнеполитической линии Украины. Вам так не кажется? Нет, подождите, а здесь же ничего... Ну, то есть Украина всегда говорила, да, мы готовы вести переговоры, но после того, как мы восстановим территориальную целостность... Ну, зачем же так передергивать совсем открыто? Это просто глупо, вы же не пропагандист. В законе Украины, за-ко-не... Там написано... Что мы не будем вести переговоры лично с Путиным в ВВ. Есть такой закон? Да, ну, конечно, есть. Есть такой указ. Указ, закон, неважно. А ну, как мы здесь, да. Теперь выясняется, что цена этому указу и закону – та бумага, на которой он написан. Почему? Потому что говорят, что мы готовы вести переговоры без маленького уточнения. С кем угодно, кроме Путина. Эта фраза внезапно, каким-то чудом, исчезла. Забыли. Взяли и забыли. Опять-таки, я всю передачу об этом говорю, а вы этого не слышите. Удивительное дело. Что же у вас со слухом? Украина сделала глупость. Приняла глупый закон. Откровенно, глупый закон. Его глупость очевидна хотя бы потому, что Путин может оставаться президентом в неограниченный срок. Никто этого не знает. Теперь уж под влиянием ли Америки, под влиянием ли здравого смысла, под влиянием ли моих слов, например. Вот послушали нашу с вами передачу. Почесали репу и сказали, да, что это мы тут учили, не то. Украина взялась, запросто отказалась от текста своего закона. Но формально закон не отменен. Так ведь формальная Россия не отменила закон о том, что Херсон входит в состав России. Я же об этом говорил только что. Что наши обе страны делают большие глупости в этой детской игре. Это все вообще детская игра. В детской песочнице. Единственное, не игра. Это то, что трупы настоящие. Вот это правда. Трупы и разрушения настоящие. А игра в амбиции – это игра в глупой детской песочнице. Но, к сожалению, с очень самыми натуральными трупами, разрушениями и так далее. Что касается переговоров, то это абсурдное требование Украины. Нельзя вести переговоры, если вы изначально выкатываете партнеру все свои требования, как исходное условие для переговоров. В сотый раз повторяю. О чем тогда переговоры вести? Исходное условие для начала переговоров – полностью очистить все территории, захваченные Россией, выплатить компенсацию за все разрушения, осудить виновников войны и дать гарантии безопасности Украины. Это исходное условие для переговоров. Это не результат переговоров. Не об этом пойдут переговоры. Нет. Это исходное условие для начала переговоров. Отлично. Вопрос. А переговоры-то тогда о чем вести? Ну, как это переговоры? Почему? Но переговоры могут быть, например, о пребывании Украины в НАТО. Например, Украина может отказаться, к примеру, от ее вступления в НАТО, как одно из условий переговоров при соблюдении сторонами принципа территориальной целостности Украины, в границе 91-го года и так далее, и так далее. Ну, как вариант, например. То есть, Украина будет в России решать вопрос, будет ли Украина в НАТО? Интересно. Нет. Нет, подождите. Нет, подождите. Ну, как бы, когда Украина, и если Украина возвращает все временно оккупированную территорию, включая Крым, вот Украина восстанавливает территорию с границы 91-го года. Ну, в этом случае, я думаю, что Россия больше никогда не полезет к Украине. Поэтому можно пообещать России не вступать в НАТО, ну, как минимум, там, ближайшие 5-10 лет. Все равно Украина 5-10 лет не вступит в НАТО. Все. Вот вам, пожалуйста, Россия может сказать, что в результате этих военных действий да, Крым пропал. Но ничего страшного, Украина пообещала не вступать в НАТО. В этих замечательных, исходных условиях для переговоров записан еще и такой очаровательный пункт. Гарантии безопасности Украины и ненападения. То есть это, опять-таки, исходное условие. Это не тема для переговоров. Это исходное условие. Если Россия его выполнит, то Украина так и быть готова вести переговоры. Я еще раз вам повторяю, что при соблюдении таких условий переговоры могут быть только об одном. Вот сидит украинская делегация, вот сидит российская делегация. Территорий мы вернули? Вернули. Репарации подписали? Подписали. Гарантии безопасности получили? Получили. Военных преступников арестовали? Арестовали. О чем ведем переговоры? А вот о чем. Военный парад победы Украины будет на Красной площади или на Дворцовой площади в Петербурге. Об этом мы, Украина, великодушно готовы разговаривать с российской стороной. Я в ходе вашей передачи раз пять это повторил. Это единственная тема переговоров, которые Украина великодушно подарила России. Еще раз говорю, что это очень похоже на переговоры Георгия Константиновича Жукова с Вильгельмом фон Кёйтелем. Переговоры были такие. Жуков сказал, немецкая делегация может войти в зал, чтобы подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции. Когда Кёйтель подписал этот акт, Жуков сказал, немецкая делегация может выйти из зала. Вот такие были переговоры. Но это было хорошо в Берлине, у Бранденбургских ворот. Если Украина уже вошла в Москву и находятся около Кремля украинские войска, то заявления Украины вполне адекватны. Но, по-моему, украинских войск около Кремля нет. Поэтому данное заявление Украины глупость, пиар. Нет, не глупость, пиар. Очередной громкий пиар. Я считаю, что как пиар-ход это не умно и не глупо. Ну, пиар и пиар. Реальная тема для переговоров может быть только одна, конечно. Это все прекрасно понимают. Выход. Если, значит, Украина предъявляет России, ну, я об этом поговорил в прошлой вашей передаче, могу еще раз только повторить. Это моя точка зрения. Я не представитель Украины, не представитель России, вопреки мнению ваших слушателей, не сотрудник ФСБ, не сотрудник администрации президента, МИДа и так далее. Я просто частное лицо. Мне кажется разумным для украинского руководства сказать, что мы готовы на переговоры, если Россия вернется к линии 23 февраля. Это был бы очень сильный ход во всем мире. Он вызвал бы дикий восторг в Европе, в Америке и так далее. Никто никогда в этом случае позицию Украины бы не оспаривал. Она бесспорна. Это был бы очень сильный ход для российского общественного мнения. Потому что в России, судя по тому равнодушию, полнейшему равнодушию, с которым люди приняли сдачу Херсона, сдача Херсона и других областей не слишком волнует, судя по тому, что я сегодня видел, российских граждан. А вот война многим надоела. Военные действия, специальная военная операция, люди устали. И если бы Украина сказала, давайте кончать, возвращайтесь на линию 23 февраля, то многие в России, не скажу большинству, не скажу большинству, но многие в России восприняли бы это положительно. И задали бы, дайте я это говорю, ладно? И задали бы естественный вопрос. А почему бы, собственно, не согласиться на это предложение? А Путин на это предложение никогда не согласится. Потому что это означает признать свое поражение. Свое. Не столько России, сколько свое. Таким образом, сделав такое предложение, украинская дипломатия попыталась бы, и не без оснований, вбить клин между Путиным и значительной частью российского общества. Что, по-видимому, для Украины выгодно. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что, внеся такое предложение, Зеленский тем самым вобьет клин между собой и наиболее распаленной и восторженной частью украинских патриотов. Особенно тех диванно-карманных патриотов, которые сами, как ни странно, не воюют, все больше воюют в телестудиях, но требуют войны до победного конца. И они представляют значительную часть наиболее распаленного электората. Поэтому, жертвовать своим рейтингом и своей популярностью ради такого хода Зеленский, по-видимому, не захочет. Но это его право, естественно. А вот, с точки зрения воздействия и на российское, и на мировое общественное мнение, это был бы довольно умелый пиар-ход. Путин на такое условие никогда не согласится, но когда Путин на это условие не согласится, то он внутри России окажется в непростом положении. Это, как говорится, вилка. Это такое условие, которое Путину нельзя ни выполнить, ни отвергнуть. отвергнуть это странно. Многие в России удивятся и скажут, ну почему? Выполнить невозможно. То есть, это как в шахматах, вилка такая. Но да, это, конечно, стрёмное предложение для Зеленского. Его рейтинг на этом деле, несомненно, сильно бы надломился. Это понятно. Минис Санча, я вот в завершение вас вот о чём хочу спросить. Вот эта вся история натянется в 8 месяцев. То была перегруппировка в районе Сумской, Черниговской области, Киевской области. Но это было в самом начале. Тогда можно было это по-разному воспринимать. Потом Россия перегруппировалась в Харьковской области месяц назад. Сейчас, очевидно, Россия перегруппировается. Кстати, между прочим, об этом и говорит и Шойгу, и Суровитель, что Россия перегруппировается. Ну и ты, кстати, перегруппировалась. То есть, всё в целом хорошо, мы бьём украинцев, но мы должны перегруппироваться. Так, конечно, можно дальше перегруппироваться, и не зная, куда дело дойдёт. У меня очень простой вопрос. Почему я не говорю, что россияне должны испытывать любовь к украинцам, такого нет абсолютно, естественно. Но неужели как бы россиян не задевает какое-то чувство гордости. Знаете, как в футболе, например. Вот когда вот было у тебя представление, что твоя команда просто выиграет матч со счётом 5-0, не 10-0. А тут что происходит на поле? В начале, ну, как бы, вот 0-0, 1-1, потом там 1-2. И постепенно, постепенно вдруг начинает казаться, что уже, скажем, какая-то тенденция переходит в ней к узыкономенности. И ты понимаешь, что, ну, твоя команда слишком часто перегруппировывается на поле, а, ну, матч подходит к концу. Вот неужели это россиян в принципе вообще не задевает, что, по сути, сейчас речь идет о том, что, ну, эта специальная военная операция может закончиться, ну, даже какой-то сенсацией. Я, видите, я говорю очень, очень аккуратно. Это россиян не задевает? Миш, вы можете успокоить украинских слушателей. На их счастье россиян это не задевает. Потому что, если бы, это действительно... Вот я, с чего мы начали? Мне не нравится, что в наших передачах мы все время по кругу ходим. Все уже сказали, нет второй раз, нет третий, нет двадцать три. В самом начале я сказал, реакция ноль. Никакой реакции. Для Украины это очень хорошо. Потому что, если бы это разъярило население России, я не скажу, что Россия встала бы, как медведь на задние лапы, бросилась и раздавила. Нет, нет. Но это бы, конечно, сильно обострило войну. То, что украинцы называют войной, и то, что в России я обязан называть специально военная операция. Но этого нет. Этого нет. Почему этого нет? Трудно сказать. Я думаю, что по многим причинам этого нет. Во-первых, потому что, мне кажется, я не говорю, что это так. Я говорю, у меня такое впечатление, что многие люди в России до сих пор совершенно не понимают, зачем вся эта история была начата. и все разговоры о сатанистах, гомосексуалистах, о том, что если бы мы не начали, то они бы начали, что мы кого-то спасаем. Это, конечно, все очень звучит красиво. Но как-то, как вот Булгаков говорил, оно, конечно, может и хитро, оно, может, и правда, да больно хитро. Над вами смеяться будут. Как-то люди этого не понимают. Зачем это все нужно? Огромное количество людей не понимают. А когда вы не понимаете, зачем это нужно, зачем это затеяно, что вам остается? Вы же изменить ситуацию не можете? Не можете. Понять не можете? Не можете. Какой выход? Экранироваться. И вот огромное количество жителей России от этого экранироваться. Это не наша игра, это не наше шоу, это не наш спектакль. Нам это, к нам это отношение не имеет. Нас это не касается. И вот яркое проявление этого именно было сегодня. Это в одной части населения. А у другой части населения, да, присутствует то, о чем вы говорите. Кстати, это может быть одни и те же люди пересекаются с этим настроением. Неприятная фрустрация. Как же так? Худо ли, хорошо ли, но военные действия идут против Украины. Все-таки не против Америки, не против Китая, не против еще какой-то страны, которую Россия признает равной себе или более сильной, чем она. Более сильной, чем Россия. Нет. Военные действия идут против Украины. Россия традиционно принято над Украиной посмеиваться. Такая, сякая, смешноватая, провинциальная, слабенькая, бестолковенькая и так далее. И вот при ближайшем рассмотрении выясняется, что это слабая, бестолковая, провинциальная, младшая сестра. Дает по сусалам. И дает по сусалам очень даже больно. Чего уж тут говорить. Факт есть факт. Приятно это? Нет. Это очень неприятно. Изменить это может обычный телезритель? Нет, не может. Какой выход? Тот же самый. Он экранируется от этого. Эта игра меня не касается. Это не моя игра. Мне вообще наплевать. Делайте там что хотите, занимайтесь чем хотите. Я в эту песочницу не лезу, пропадите вы пропады. Меня это не касается. У меня своих забот хватает. Вот защитная реакция. защитная психологическая реакция значительной части российского общества. Есть в российском обществе активное меньшинство, которое бесится, которое требует черт знает чего. Только что неводородную бомбу сбросит. Мы не можем отступить, мы не можем, да-да-да-да-да-да-да-да. Но это меньшинство. Такие яростные патриоты, они во всем мире меньшинство. Это всегдашнее меньшинство. Они очень влиятельны, потому что они активны, но при всей своей влиятельности они малочисленны. Вот как обстоят дела в России. Как обстоят дела в Украине, я не знаю, но в России дела обстоят именно так. Ирина Александрович, спасибо вам большое за это интервью. Ирина Александрович Розиковский был сегодня у нас. Спасибо. Спасибо.